Дорогие подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на своем канале, с вами Роман Парфенюк, все монеты. В этом обзоре я предлагаю вам ознакомиться с очень одним из популярных хобби составлением коллекции из открыток под названием Филокарти. И приведу некоторые примеры открыток времен СССР. Приятного просмотра, друзья! Друзья, услышав слово Филокарти, многие с недоумениями пожмут плечами, теряясь в разгадках его значения. На самом деле под этим названием кроется очень популярное хобби составление коллекции из открыток. В детстве почти каждый из нас имел хоть и маленькую, но все же коллекцию поздравительных карточек, которыми можно было обмениваться с друзьями. Собранные когда-то открытки СССР у многих до сих пор хранятся в глубине книжных шкафов, забытые и заброшенные. Но если для кого-то это было мимолетным увлечением, то для некоторых стало одним из самых главных увлечений в жизни. Хотя в наше время почтовую переписку почти полностью заменило с собой общение в интернете, а большинство поздравительных открыток стало электронными. Число филокартистов от этого не уменьшилось. Наоборот, теперь каждый, у кого еще сохранились старые открытки, может считать их предметом особой гордости и надеяться на то, что именно его открытка будет единственной сохранившейся из выпущенного много лет назад тиража. Собирание открыток открывает для увлеченных дверь в мир познания и новых открытий, посвященные самым разным историческим событиям, традиционным праздникам, природным или архитектурным достопримечательностям. Открытки побуждают коллекционера интересоваться всем тем, что нашло на них свое отображение. Настоящий филокартист, составляющий свою коллекцию не хаотично, а вдумчиво и классифицирующий каждый раздел своего собрания, может рассказать о каждом экземпляре много интересного. На каждой открытке, как в зеркале, отображаются моменты повседневной жизни, ценностей и традиций того или иного исторического периода в развитии человеческого общества. Собранные в хронологическую коллекцию старинные открытки позволяют совершить экскурс в историю и вспомнить важнейшие события, произошедшие за охваченный собранием период. Предметом интереса филокартистов могут быть карточки с изображениями из мира животных и растений, экземпляры из других стран, открытки с редкими штампами, советские открытки и многое другое. Обилие самых разнообразных выпусков, серий и тиражей позволяет каждому составителю коллекции выбрать собственное направление и создать оригинальную, не похожую на другие коллекции. Не стоит только сделать первый шаг в мир филокартии, как вас увлечет многообразие открыток, которые таки ждут того, чтобы стать достойными экспонатами вашей коллекции. Вроде бы еще совсем недавно, накануне больших праздников, закупалась пачка открыток и кто-нибудь из членов семьи садился и их подписывал, поздравляя и передавая приветы родственникам и друзьям из других городов. Ну и соответственно, в ответ все получали тоже стопку поздравлений на открытках, среди которых самые трогательные, самые душевные, яркие и красивые. Такие открытки были нарисованы двумя художниками, это Четверяков и Зарубин. У обоих мастеров был настолько характерный почерк, что их открытки можно было распознать среди творений других художников издалека. И если у героев открыток Четверякова еле уловимо прослеживаются черты диснеевских персонажей, Дисней был кумиром этого талантливого художника, то открытки Зарубина просто пропитаны простодушием и вызывают невольную улыбку даже у взрослых людей. Ребят, ну давайте рассмотрим, во сколько сегодня оценивается коллекции открыток этого художника. Может быть у вас где-то в столе или на антресолях лежит целое состояние? Кто знает, на стоимость открытки будет влиять много факторов. Год ее издания, состояние, наличие надписей и штемпелей, издательство, тематика и так далее. Поэтому цены будут приводиться в средние, ориентировочные, те, по которым подобные открытки были проданы в недавнее время на аукцион. Ребят, начну с недорогих открыток. Вот, например, новогодняя ДМПК, двусторонняя маркированная почтовая карточка, 1964 года издания, Министерство связи, СССР. Цена такой открытки начинается от 900 рублей. Поздравительная открытка к Международному женскому дню того же 1964 года, подписанная. Но, несмотря на свою подпись, идет чуть дороже предыдущей открытки. Встречается эта открытка редко, поэтому коллекционеры не обращают внимания на надписи и готовы платить от 950 рублей. Двойная открытка, выполняющая роль приглашения на торжественные и праздничные мероприятия издательства Марка, ее цена начинается от 1000 рублей. Тираж этого приглашения составил всего 100 тысяч экземпляров. Поэтому ценность подобной открытки с годами будет только расти. Еще одна почтовая карточка 1965 года, изданная Министерством связи, СССР, встречается очень редко, но при этом продается за вменяемую цену – 1200 рублей. Хотя на некоторых аукционах эти же карточки уходили по цене и 2000 рублей. А вот этот конверт с маркой, украшенный иллюстрацией Зарубина, когда стоил всего 1 копейку, а вместе с маркой 5 копеек, недавно был продан коллекционеру по цене 1800 рублей. Достаточно редкая двойная открытка, длинный прямоугольник, который нужно складывать пополам и отправлять по почте только в конверте, была выпущена издательством Марка. Сегодня ее цена начинается от 2500 рублей. Открытки издательства Галилея самые ценные считаются среди коллекционеров. К примеру, вот эта вот поздравительная открытка досталась коллекционеру за 6200 рублей. Ну и напоследок, хочу вам показать крайне редкую новогоднюю открытку, изданную в Казахстане. Чистая, без конверта, который иногда встречается в комплекте с этой открыткой. Ее цена начинается от 11000 рублей. В комплекте с неподписанным конвертом от 30000 рублей. Дорогой зритель, если тебе понравился этот обзор, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской, комментарием. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. Ваша подписка, ваше внимание к моему проекту будет мотивировать меня для создания новых материалов. Друзья, на этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все в монетах. Всего доброго, друзья. Редактор субтитров А.Семкин